Доброе утро всем! Сейчас у нас с вами техническое ознакомление, потому что у нас также есть сегодня прямая трансляция для наших партнеров и подписчиков в YouTube. Поэтому огромная просьба. Во-первых, сегодня без подсказок. Очень главное, важное и строгое правило. Не подсказывайте, кто не является участником, а сидят в качестве гостей. Огромная просьба. Если вы случайно подсказали, но уж простите, мы культурно попросим вас покинуть помещение, так чтобы было участникам максимально комфортно играть сегодня. В принципе, все. Мы готовы начать нашу прямую трансляцию и поздороваться со всеми уже нашими телезрителями. Во-первых, доброе утро. Давайте, наверное, поаплодируем друг другу. Здравствуйте, погромче, погромче. Дорогие наши участники, зрители и телезрители, сегодня прекраснейший день. Погода просто шепчет. Настроение отличное. Мы готовы сегодня состязаться за главный приз и выявить среди всех участников сегодня главных победителей. Но я полагаю, что было бы правильным именно сейчас предоставить приветственные слова, слова открытия нашей сегодняшней игры генеральному директору. Ваши аплодисменты, Олжас Дулатович. Давайте поаплодируем. Также начальник отдела продаж по странам СНГ, Марат. Если вы хотите погромче поаплодировать, Марату поприветствуем. Давайте погромче. Доброе утро. Прошу. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рады вас сегодня здесь видеть, потому что в преддверии весенних полевых работ мы должны с вами, скажем так, повторить и, может, где-то подчеркнуть новые знания перед стартом весенних полевых работ, потому что теория теории, ее, безусловно, нужно знать, а потом применить это все дело на практике. Но сегодняшнее мероприятие, оно несколько отличается от традиционных, да, это практически тот момент, когда нужно не просто знать, а еще быстро принять решение и дать правильный ответ. Поэтому, ну, как у нас, в принципе, часто в жизни бывает, нужно знать и быстро применить свои знания на практике. Поэтому я пожелаю всем участникам сегодняшней игры плодотворной, успешной, познавательной игры, да, чтобы вы зарядились тем позитивным, позитивной энергией и получили удовольствие от сегодняшней игры. Спасибо. Добрый день, друзья. Хочу вас поприветствовать в нашем мероприятии. Огромное спасибо, что откликнулись. Хочу пожелать командам успеха и победить сильнейших. Спасибо большое. Добрый день, друзья. Раз в год будет проходить это мероприятие. И нас, участников, станет все больше и больше. Спасибо. Спасибо, дамы и господа. Мы готовы начать. Но прежде позвольте сразу в качестве анонса говорить о правилах. Первое правило мы уже сказали о том, что никто не подсказывает. Это огромное уважение к нашим участникам сегодня. Второе. У нас сегодня четыре команды, три игры, два полуфинала. Победители, в которых выйдет уже финальное состязание. После каждого вопроса озвученного вы сегодня услышите звуковой сигнал. Вот именно такой. После этого звукового сигнала у вас есть ровно минута на обсуждение. В течение этой минуты, в любой момент, если вы знаете ответ, вы нажимаете кнопки на столах. Обязательно, очень важно знать и помнить, что ответы без нажатия кнопок не принимаются. Как только вы нажали кнопку, капитан вашей команды сразу же говорит, озвучивает участника вашей команды, кто будет давать ответ. Если ответ правильный, это хорошо. Если ответ неправильный, право ответа передается уже в следующей команде. Если обе команды дали ответы неправильные, мы переходим к следующему вопросу. Уже в следующем вопросе мы будем давать не один балл, а два. В принципе, все, наверное, мы оговорили. Ну, еще один момент. Если вы раньше звукового сигнала нажали кнопочку, это считается фальстарт. Все, вы не даете ответа. Так что будьте внимательны, это очень важно. Все, мы готовы, без подсказок. Игра ведется до пяти баллов. У нас есть четыре команды, мы хотим сейчас провести некую жеребьевку. Представим команды, конечно, но у нас на экране они будут. Есть команда желтые, знатоки, можно поаплодировать ребятам. Такие же светлые, солнечные, радужные, как и погода на улице. Команда Колосс, где у нас Колосс? Колосс, прошу прощения, команда Колосс. Сегодня представлены в синих футболках команды дилеры Агромены. Где у нас ребята в голубых футболках? И Атамикен Агра, оранжевые футболки сегодня представлены. Есть ребята, да. Все, мы готовы. Ну что ж, первая двойка участников. Давайте посмотрим, кто с кем будет состязаться. Поехали. Первая жеребьевка. Атамикен Агра. Первые участники, поаплодируйте. Атамикен Агра. Занимайте свои почетные места за кнопочкой номер один. Вам сейчас включат микрофоны. Также включат наши кнопочки. Занимайте почетные места. Мы познакомимся с каждым участником. Атамикен Агра. Это Рома. Это Дамир. Это Александр Иванов. И Нуржанат. Поаплодируйте, пожалуйста, всем участникам сегодня. Александр Иванович, вы с нами. Все, настроение хорошее. Готовы? Мы готовы узнать о второй команде, которая будет состязаться в первом полуфинале. Внимание на экран. Поехали жеребьевку. Есть команда «Колос». Пойдемте к нам. А, нет, знатоки оказывается. Представьте, как быстро у вас. Рулетка она такая. Команда «Желтые знатоки». Участники Руслан, Дожан, Эльжас и Игорь Михайлович. Давайте поаплодируем нашим участникам. Есть у вас и атрибуты, необходимые для записи вопросов. Сразу определите капитанов команд. Пожалуйста, это очень важно. Можно микрофоны все включить, открыть нам, чтобы участники есть. Все проверили. Итак, кто капитан команды Атамикена Агра у вас представлен? Роман. Абсолютно хорошо. Рады познакомиться. Роман. Итак, «Желтые знатоки». Кто у вас является капитаном команды? О, здравствуйте. Можно поаплодировать, пожалуйста. Игорь. Уважаемые участники, правила ясны, правила понятны. Дамы и господа, мы готовы начать первую игру. Напоминаю, что файл старт. Если вы нажали раньше звукового сигнала кнопку, то вы не даете права ответа. Убираем мобильные телефоны. Огромная просьба. У вас, в принципе, времени тоже не будет. Дисквалификацию не хотелось бы делать сегодня. Заряжаемся хорошей энергетикой. Вопрос участников. Вы друг с другом все хорошо знакомы? Google. Google. Можно и так, но потом за дверью окажетесь случайно. Уж простите, пожалуйста. Хотелось бы, чтобы командная игра у нас сегодня происходила. Всем хорошего настроения. Всем хорошей игры. Мы готовы начать под ваши громкие аплодисменты. Итак, дамы и господа, первая игра. Первый вопрос. В сельском хозяйстве часто бывает, что народ, придумывает разного рода пословицы и поговорки. Не забыли и про эту культуру. Какая культура про себя говорит? Сей меня в грязь, будешь ты князь. Время. Так. Итак, команда знатоки. Овес. Ну, у вас был фальстарт, поэтому вы пропускаете ваш вариант. Овес. Абсолютно верно. Овес, команда желтые знатоки. Пропустили. Ну, надо было нажать кнопочку, поэтому команда оранжевых забирает свой балл. Да, да, да. Дамы и господа, вопрос. У вас есть микрофоны? Мы будем обращаться к капитанам. Капитаны, пожалуйста, передавайте участникам. Я понимаю, азарт. Хочется быстрее нажать, хочется быстрее дать ответ. Но постараемся идти в соответствии с правилами. Один балл пока Адам Икен Агро ведет. Поаплодируйте, пожалуйста. Игра до пяти баллов, напоминаю. Итак, второй вопрос. Как вам известно, существует несколько различных видов севооборотов. Как вы думаете, в каком севообороте посевы зерновых культур занимают большую часть пашни и есть более чистого пара? Время. Итак, знатоки, капитан команды, кто у вас дает ответ? Бержан. Бержан. Дозжан. Дозжан. Зерно-паровой. Зерно-паровой. И это правильный ответ, мы его засчитываем. Один-один балл, выровнялись. Очень хорошо. Дамы и господа, готовы к следующему вопросу. Итак, вопрос. Эта культура сегодня возделывается практически на всех континентах и всех частях света. За отведенное время на ответ вы должны назвать родину мягкой пшеницы. Время. Так, желтые знатоки. Капитан команды, дайте нам, пожалуйста, человека, кто даст ответ. Да. Я сам буду отвечать. Это счастливый момент. Ваш ответ. Армения. Армения. Так, ответ принят. Дамы и господа, судя по сравнению к генетике культурной и дикой пшеницы, наибольшая вероятность области происхождения культурной пшеницы расположена близ современного города Диар-Бакр. Историческая столица Великой Армении. Ответ за счетом. 2-1. Желтые знатоки вырвались вперед. Следующий вопрос. Отдельные годы на полях возникает следующая ситуация. Как называют стеблевые побеги зерновых хлебов, на которых к уборке не успели образоваться соцветия. Вопрос и ответ. Время. Поехали. Итак, желтые знатоки. Сами будете отвечать. Все работает. Алло. Раз, раз, раз. Доброе утро. Отвечает Руслан. Отвечает Руслан. Подгон. Стеблевые побеги, на которых образовались соцветия, но зерно не успело созреть, называют подгоном. И это правильный ответ. Желтые знатоки вырываются вперед. 3-1. Проверьте кнопочку. Все работает. Да, хорошо. Спасибо. Мы готовы. Мы летим. Готовы начать следующий вопрос. Он пересекал материки, переплывал океаны, скрывался от правителей, был фаворитом многих монархов, поднимал людей на восстания, в которых они гибли, и спасал от голодной смерти. Его придавали анафеме. В церквях его восславляли в официальных документах. То явно, то тайно пересекал границы десятков государств, постоянно меняя свои имена и прозвища. Гулена, Гульба, Бараболя. А теперь... Кто нажал? Фальстарт у вас, ребята. Время. Теперь время и... Ответ. Так, нажимайте, кто нажимает. Так. Обновить нам, пожалуйста. Да, кто первый только что Фальстарт давал? Я не увидел. Фальстарт там был. Ваш ответ. Капитан команды, пожалуйста, дайте человека, кто у нас будет давать ответ. Отвечать буду я. Это картофель. Это абсолютно верно. Желтый знаток. 4-1. Мы готовы к следующему вопросу. Ячменное пиво. Этот замечательный пенный напиток – слабость многих. Как вы думаете, какое содержание белка в зерне пивоваренных сортов ячменя является оптимальным? Время. Итак, Атамикен Агра. Кто отвечает? Наконец-то отвечать буду я. Пивоваренные ячмени содержание белка должно содержать 10%. От 8 до 10 до 11. Это правильно. Это абсолютно верно. Ну, а тут от 8 до 12. Но, в принципе, в этом же диапазоне мы зачитываем ваш балл. Счет 4-2. Поаплодируйте давайте нашим участникам. Едем к следующему вопросу. Мне тут подсказывают, какой вопрос. Хорошо. В 1824 году Александр Сергеевич Пушкин был откомандирован на юг современной Украины. Херсонская, Екатеринославская, Таврическая губернии. По итогам он составил краткий отсчет. 23 мая летела-летела, 24 мая и села, 25 мая сидела-сидела, 26 мая все съела, 27 мая опять улетела. О чем пишет Пушкин? Время. Итак, Атамикен Агра. Ваш ответ кто будет давать? Отвечать будет Дамир. Дамир, прошу. Ответ Саранча. И это абсолютно верно. Было нашествие Саранчи. Счет 4-3. Желтые знатоки вас догоняют. Не делайте просто и все. Чуть-чуть время, сигнал услышали, нажали кнопочку. Как интересен азарт остальных гостей наших, да, все готовы принимать участие. Итак, мы продолжаем следующий вопрос. В линейке протравителей компании Август имеется много препаратов для предпосевной обработки семян. Как вы думаете, какой из представленных протравителей наиболее эффективен против пыльной головни? Головни, прошу прощения, головни. Тем, ТД, Табу, Кредо, Аплод, Трио. Время. А кто отвечать будет у вас? Мне кажется, у вас просто есть человек, которому нравится кнопку нажимать, да? Ответы всегда дает другой человек. Отвечать будет Нуржанат. Давайте. Аплод, Трио. Аплод, Трио. Аплод, Трио. Аплод, Трио. И, дамы и господа, это абсолютно верно. Балл засчитывается. Счет 4-4. Друзья, напоминаю о том, что кнопки работают автоматически. Они одновременно, если вы нажимаете, команда компьютера автоматически нажимает, получается, ищет человека, который быстрее нажал кнопочку. О, вот это интересный вопрос. Итак, дамы и господа, внимание, вопрос. Лондин. Летучки. Кувшинчик. Русский цикорий. Молочник. Попова гуменца. Желтый цикорий. Зубная трава. Коксагас. Тараксакум. Куйбаба. Такие кому-то, просто любые слова называю. Хасым. Пухлянка. Зубник. Кульбаба. О каком растении идет речь? Время. Знатоки желтые. Капитан команды, подскажите, кто будет отвечать на этот вопрос? Я возьму на себя смелость ответить, и это будет просянка. И это неправильный ответ. А то, Микенагра, у вас есть время оставшееся для того, чтобы вы пообсуждали и дали правильный ответ. Напоминаю, если обе команды дают неправильный ответ, мы переходим к следующему вопросу, где будут разыгрываться два балла, но в принципе у нас тут уже будет явный победитель. Если сейчас правильный ответ дадут. Не подсказываем нельзя, не подсказываем. Осталось немного времени. Пять секунд. Нажать кнопку обязательно и дать ответ. Спасибо. Кто отвечает? Отвечать буду я. Предположим, что это Павелин. Дамы и господа, на самом деле это был одуванчик. Обе команды ответили неверно на этот вопрос. Давайте поддержим ребят. Ребят. Интересная первая же игра сразу же случилась. Вышли к финишной прямой, где у нас есть. Итак, дамы и господа, заключительный вопрос первого тура, первой игры. Внимание. Как определяется хозяйственная ценность семян сельскохозяйственных культур? Время. Так, это Микен Агра. А кто отвечает? Отвечать будет Александр. Александр, прошу. Семена отличаются по семенным показателям. Ну и сортовая чистота. Пассивная годность и чистота. Чуть-чуть доработать надо формулировку, да? Сортовая чистота. Нет, нет, формулировку чуть-чуть доработать. Ну, на самом деле, ответ правильный. И Томикен Агра становится победителем. Первая игра проходит. Поддержим желтых знатоков. Шли прям идеально, ровень-ровень. Но одуванчика не хватило вам. Мы благодарим вас за участие. У нас есть хорошие призы для... Такие утешительные призы для тех, кто не вышел в финал. Также я считаю, что главный подарок – это все-таки аплодисменты всех гостей, всех участников. Достойная игра. Шли ровень-ровень. Да, дамы и господа, заберите свои блокноты. Участники предыдущих команд, заберите свои блокноты. Ребят, не надо, пожалуйста, да. Все работает. Как говорят геймеры, первая игра была потной каткой. Довольно-таки интересно у нас сегодня с вами все образовалось. Игра максимально увлекательная, интересная. Дорогие участники... Да. Микрофоны возьмите, задавайте вопросы, потому что у нас есть телезрители, о которых... По звуку будет кнопку нажимать или кто первый нажмет? Смотрите, у нас, когда вы нажимаете кнопку, есть как и звуковой сигнал, так и визуально увеличивается название команды. Мы понимаем в этот момент, кто быстрее нажал. Фальстарт определяется до сигнала, то есть если сигнал... Да, если сигнал еще не прозвучал, вы нажали кнопку, мы увидели, что вы нажали первыми, естественно, вопрос и ответ ваш не будет зачитан. Звуковой сигнал, да. Дорогие участники, вы готовы? Во-первых, давайте... Вопрос. Вы друг другом хорошо знакомы? Если нет, давайте буквально 30 секунд на знакомство выделим, чтобы вы смогли познакомиться с друг другом. Узнать имена, поговорить буквально 30 секунд, побеседовав. Напоминаю, что нужно определить капитана команды, который будет держать при себе микрофон. Определите человека, который будет нажимать кнопку за скорость. Либо уже там сами можете, если знаете ответ, давать ответ нажати кнопки. Все, мы готовы. Отлично. Капитаны команды, давайте с вами познакомимся. Команда Колос. Кто у вас? Колос. Адиль. Адиль, капитан команды. Поаплодируйте, пожалуйста, Адилю. Адиль сегодня будет определять ответы своих участников, кто будет их предоставлять. Далее у нас Агромены. Кто у вас, капитан? Представить остальных. Антон. Антон. Очень приятно, поаплодируем Антону. Капитан команды Агромены. О правилах, в принципе, вы наверняка уже все знаете. Мы готовы начать нашу игру. Дамы и господа, вторая игра. Мы начинаем ваши аплодисменты. Итак, первый вопрос. Многие из нас любят рассольник и перловую кашу. Не все одинаково знают, из какой культуры получают перловую крупу. Попробуйте за время назвать ответ. Итак, время, поехали. Колос, ваш ответ. Капитан команды, кто будет говорить? Отвечаю я. Это ячмень. Вторая крупа получается путем очищения ячменя. Абсолютно верно. Открыли счет. Едем далее. Второй вопрос. Итак, этот качественный показатель зерна играет не последнюю роль в образовании цены на зерно при продаже его за рубеж. Что означает термин «натура зерна пшеницы»? Время. Колос. Кто говорит? Буду отвечать я. Капитаны очень сильно любят себя сегодня. Итак. Натура зерна. Что означает термин? Прям дословно нужно. Клейковина. Как еще раз? Клейковина. И это неверно. Мы даем время для обсуждения игромена. У вас продолжение минуты. Так. Ага. Агромена. Я буду отвечать. Это вес одного литра зерна. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Один-один счет сравняли. Интересно, интересно. Итак, мы готовы продолжить. Дамы и господа, внимание, следующий вопрос. В римскую эпоху это растение считали сорняком. Затем установили, что после тяжелой работы очень хорошо снимает усталость. Отнесли к зернофуражу. При балдейских странах было даже хлебным растением. Ему дали название «авена», что означает быть здоровым. Итак, что это? Время. Агромены. У нас Ярлана будет отвечать. Ярлан. Это овес. Это абсолютно верно. Два балла. Агромены. Один балл. Команда. Овес. Итак, мы ответ получили. Едем далее. Следующий вопрос. Существует большое количество различных минеральных удобрений, которые вносятся в почву для получения большего урожая сельскохозяйственных культур. Какое фосфорное удобрение эффективно вносит в рядки при посеве? Время. Агромены. А Володя, отвечай. Володя. Самое популярное у нас это амофос. Как еще раз. Самое популярное удобрение фосфорного у нас это амофос. Я думаю, что амофос. Это абсолютно верно. Мы засчитываем ответ с командой Агромены. Счет 3-1. С вам надо чуть-чуть подсобраться, наверное, да? Может быть, кто-то быстрее нажимать кнопку будет? Рука на пульсе. Спасибо. Разгорелся скандал. Сульфа амофос. Заменим вопрос. Говорят, неправильный. Замена вопроса. Мы прибегаем к замене вопроса. Дальше. Хорошо. Недопытно происходит ситуация в нашей игре, но таковы правила. Компетентные люди дают свои вариации. Едем далее. Какие орудия применяют для прикатывания почвы, разрушения глыб, размельчения комков, выравнивания и уплотнения верхнего слоя почвы перед посевом и после него? Время. Так, Колос. Отвечает Андрей. Андрей. Коль-то шп... Катки. Коль-то шпоровые катки. Катки верный вариант, поэтому счет сравнивается 2-2. Давайте поаплодируем. Команда Колос, выровнялись. Вопросы? Итак. Компания «Август...» Дамы и господа, вопрос. Компания «Август» активно развивает собственный сельскохозяйственный проект «Август Агро». Каким хозяйством и в какой области Республики Казахстан представлен «Август Агро»? Время. Агромены, кто отвечает? Я буду отвечать. Хорошо. Это хозяйство Акжир. Это СКО. Находится? Село Баян. Где? Жамбылский район. Абсолютно верно. 3-2. Конечно, интересно. Итак, едем далее. Вопрос. Как называют растения, быстро формирующие зеленую массу, выращиваемые с целью их последующей запашки в почву для улучшения его структуры, как источник органического вещества и азота для растений и почвенных микроорганизмов? Назовите 2-3 такие растения. Время. Агромены, кто отвечает? Володя у нас будет отвечать. Володя, прошу. Ну, это седеральные культуры. Ну, туда можно отнести любые бобовые, в том числе и горох, клевер, ну и многие другие бобовые. Абсолютно верно. Дамы и господа, счет становится 4-2. Давайте поддержим аплодисменты участников. Колос чуть-чуть с волнением. Все работает. Поверьте, хотите прямо сейчас проверить кнопочку, нажмите, нажмите колос, чтобы не было... Все работает, да. Вопросов не будет. Мы готовы продолжить, и следующий вопрос. Поехали. Это растение засоряет посевы, резко снижает урожайность всех культур и продуктивность пастбищ, ухудшает качество кормов, борьба с ним эффективна в сопряжении агротехники и химии. Время. Итак, агромены, это... У нас Константин будет отвечать. Константин. О, здрасте, мы с вами готовы познакомиться. Константин. Ну, если так рассматриваем, скорее всего, это, наверное, будет полынь. Это неверный ответ. Есть время у команды Колос. Поехали. Оставшаяся минута. Нажать кнопку не забудьте, только когда дадите ответ. Пишу. Буду отвечать я. Наше мнение, что это Горчак, розовый ползочек. Абсолютно верно. Счет 4-3. Кажется, мы, как и в первую игру, превращаем всю ситуацию, да. Мы можем прибегнуть к экспертному мнению Армана Кадырбиковича, если вы хотите, да. Готовы? Давайте, прошу. Все. Нет. Значит, смотрите. Один из самых злостных и трудных искорений Бесорняков, всем известно, в Казахстане, это Горчак. Мы согласны. Мы говорим, что механический способ. Его сопряжают механикой с химией. Вы сами продвигаете препараты, которые на основном борются, и сейчас сами себе противоречим. Давайте, для меня не подходит. А не все, что у вас было. Что у вас на колы? А вы тоже подходите. Малы, заразонные, арма, полы, они тоже подходят на колы? Не тоже. Да. Поменяем вопрос. Поменяем вопрос? Да. Команда Колос, вопрос к капитану. Готовы ли вы поменять вопрос? Да, да. Готовы? Вот, это вот уже по-джентльменски. Давайте поаплодируем команде Колос за предоставленную возможность в следующем вопросе. Итак, дамы и господа. Какое пасленовое пищевое растение, попав в Европу, вначале выращивалось на клумбах, как цветы? Время. Колос. Отвечает Даня Рога у нас. Даня Рога. Картофель. Абсолютно верно. И вы вернулись. Заслуженный балл. Итак, мы переходим к запасным уже вопросам второй игры. И интересно сейчас будет. Дамы и господа. Готовы? Итак, вопрос. Кто, по вашему мнению, из ученых впервые сформулировал первый закон земледелия? Закон минимума. Время. Итак, команда Колос. Кто отвечает у нас? Отвечаю я. Я считаю, что это Либих. И это абсолютно верно, дамы и господа. Счет 4-4. Да? Кто нажимает? Так вы же до этого шли. Вот любопытно. Хорошо. Давайте поддержим аплодисментами всех участников. Сейчас решится... Дамы и господа, внимание, решающий вопрос. Этот оранжевый корнеплод богат витаминами и минералами. Но особенно много в нем витамина А. Очень полезен этот продукт для зрения. Также он препятствует развитию рака, особенно рака кожи. Этот корнеплод лучше всего употреблять в сыром виде. Потому что после приготовления он теряет много полезных веществ. Время. Итак, Агромены. Кто отвечает? Я буду отвечать. Это морковь. Это... Этот корнеплод называют морковь. Абсолютно верно. Дамы и господа, у нас есть второй победитель в полуфинале команда Агромены. Команда Колос боролась достойно аплодисментов, достойных, хороших сегодня заслужила. У нас есть подарки команда Колос. Вот эти вот утешительные презенты. Утешительные презенты мы вручаем команде Колос. Агромены шли достойно. Но больше всего удивилась сегодня джентльменская история команды Колос. Уважаемые наши участники, предлагаем занимать наши места. Проходим ближе. Присаживаемся. Любители проверять кнопочки, добро пожаловать. Мы еще не включили ее, вам подождите. Там уже проверили. Теперь можете нажать. Все работает. Ребят, по поводу фальстарта возникали некие вопросы. Здесь все автоматически на самом деле работает. Как только звуковой сигнал еще не прозвучало, вы уже нажали кнопку, компьютер считывает, но только после моих отмашки, что был фальстарт. Поэтому постарайтесь чуть-чуть аккуратнее быть. Все ли у нас прибыли? Телезрители у нас с нами, да? Уже все? Окей. Добро пожаловать. Еще раз мы в продолжении нашей интеллектуальной битвы сегодня встречаемся с финалистами. Для начала хотелось бы с вами познакомиться, познакомиться с каждым участником. Может быть, вы расскажете, кто откуда представлен. Познакомимся поближе. Прошу. Давайте мы, наверное, начнем с агроменов. Микрофончик, как вас зовут, откуда вы, с какой компанией? Меня Антон зовут, фирма IMAX Group. IMAX Group. Классно, хорошо, очень приятно. Дальше давайте. Меня зовут Ирлан, компания Alim Agro. Alim Agro. Очень приятно. Прошу. Владимир, компания Alim Agro, город Петропавловск. Город Петропавловск. Ой, классно. Здравствуйте. Константин, компания Gold Chemical Company, город Кокштау. Город Кокштау. Добро пожаловать. Давайте поаплодируем, пожалуйста, всем участникам. Вы, получается, очень хорошо продаете. Что-то в этом духе? Хорошо. Но вы первый раз знакомитесь друг с другом? Знакомы хорошо? Давно конкурируем. Значит, хорошо друг о друге знаем, да? Но тем самым, наверное, именно это знакомство помогает сегодня вам быть вместе уже в финале. Мы рады вас приветствовать. Еще раз аплодисменты команде Агромены. Давайте познакомимся с вами. Прошу. Меня зовут Роман. Я главный агроном холдинга Атомикинагра. Очень приятно. Давайте, Роман, представим еще, познакомимся с остальными участниками. Меня зовут Эмир. АО Атомикинагра. Специалист агроматического отдела. Классно, классно. Меня зовут Александр. Главный агроном Атомикинагра Корнеевка. Добро пожаловать. Прошу. Меня зовут Нуржанат. Главный агроном ТО Атомикинагра Благоведщика. Очень приятно. Спасибо. Ну что ж, мы познакомились чуть-чуть ближе. Надеемся, настрой у вас такой же, как и в предыдущих турах. Сейчас у нас финальная битва. Напоминаем о всех правилах. О том, что капитаны после нажатия кнопки дают слова людям, кто дает ответ, естественно, по вашему выбору. В принципе, все понятно. Фальстарт говорили, упоминали. Даем минуту на рассуждение. Если неправильный ответ даете, естественно, команда соперников будет уже раздумывать и давать свой ответ. Если обе команды ответили неверно, в следующий вопрос мы добавляем 2 балла. В принципе, все. Мы готовы начать. Ваши аплодисменты. Телезрители, внимание. Третья финальная игра. Вопрос. Как вы все знаете, одним из основных показателей качества пшеницы является клейковина. Что является основой клейковины? Время. Итак, Атамикен Агра, вы фальстарт нам дали. Мы не успели сигнал дать, поэтому да. Мы, к сожалению, вам сейчас ответ не дадим. Нет, не было после сигнала. Точно было? Значит, я неправильно услышал. Да, но на самом деле я просто услышал сигнал после нажатия кнопки. Честно скажу так. Я сказал слово «время», прозвучал звук кнопки и потом пошел сигнал. Это было так. Давайте звук еще раз послушайте. Еще раз. Время, а потом... Понимаете? Да. Давайте. Ребят, не было, пожалуйста. Не надо обманываться. Мы за этим всем следим. Это все проработано. Давайте. Мы готовы к следующему вопросу перейти, чтобы не было лишних нюансов и разговоров. Окей. Пропустим этот вопрос. Пожалуйста, дождитесь после слова «время» сигнала. После него нажимаем. Хорошо? Готовы? Да. Два балла следующие. Окей. Два балла к следующему вопросу и следующему ответу. Поехали. Не всегда удобрения могут положительно влиять на растения. Главное правильно их вносить. Какое удобрение может вызвать полигония и снизить качество продукции? Время. Итак. Прошу от Амикена Агра. Я чуть не глух. Отвечать буду я. Это азотные удобрения. Это азотные. Это верно. Два балла агромены забирают. Азотные удобрения. Азот. Выделенное уже. Ребят, сразу скажу. Главное участие и настроение. Да, то есть победа здесь... Конечно, мы хотим, чтобы кто-то из вас победил, но победитель будет один. В любом случае, самое главное – это встреча наша с вами сегодня. Мы готовы к следующему вопросу. Это растение старше египетских пирамид. Археологи утверждают, что стали его возделывать 9000 лет назад. Палантин, который нашли в египетских саркофагах, выполнен из этого растения. Время. Итак, агромены. Агромены, прошу. Ага, Атамикен Агра. Отвечать буду я. Ну, предположим, что это каннабис. Это неверно. Агромены, у вас есть время для обсуждения. Тишина, тишина, тишина. Пожалуйста, позади, уважаемые гости. Дайте время обсуждать. Прошу. Я буду отвечать. Это РОЖ, предположим. Это неверный ответ. Следующий вопрос у нас. И ответ будет 2 балла. Поэтому мы... Ответ был Лен. И настроение улучшилось, да? 2 балла следующие. Как быстро мы к финалу идем-то? Итогу. Итак, все, дамы и господа, дорогие наши участники, мы готовы. Следующий вопрос. Урожай формируется в процессе фотосинтеза в результате использования энергии солнечной радиации. Тимирязев считал, что предел плодородия почвы определяется не количеством удобрений, которые мы можем ей доставить, не количеством поданной влаги, а количеством световой энергии, посылаемой солнцем на данную поверхность. Какая часть солнечной энергии называется фар? Поехали. Время. Сигнал был от Амикен Агра. Кто отвечает у нас? Отвечать буду я. Это энергия, которая используется растением для подсинтеза. Видимая... Абсолютно верно. Видимая часть... 4.0. Агромены, ускоряемся. Есть возможность еще, в принципе, догнать. Давайте поддержим аплодисментами участников. Спасибо. Игра довольно-таки интересная у нас сегодня происходит. Мы переходим к следующему вопросу. Итак, дамы и господа, прошу. В отдельные годы, как и в прошлом году, тоже этот вредитель добавил хлопот сельско-товаропроизводителям Казахстана. Бабочки его могут перелетать на незначительные расстояния и могут переноситься ветром на сотни километров. Назовите вредителя. Время. Файл-старт, ребят. Агромена, файл-старт у вас был. Итак. Прошу. Давайте. Отвечу я. Это луговой мотолек. Абсолютно верно. И... Дамы и господа, Аргентина, Ямайка 5-0. Игра была честной, справедливой. Извиняемся за это. Дамы и господа, я хочу услышать ваших теплых, на самом деле, аплодисментов всем участникам. Старались. Время уделили. День был максимально интересный. Была хорошая беседа. У нас есть победитель. У нас есть подарки для команды, которая заняла сегодня второе место. Поаплодируйте, пожалуйста, эти подарочки. И у нас есть подарки, сертификаты на сумму 100 тысяч тенге каждому участнику сегодня победителей. В нашей компании мечтут, можете забрать эти сертификаты, вручить. Давайте наградим аплодисментами, достойными сегодня наших победителей, всех участников. Сертификаты победителям. Итак, можно победителя вас сюда, пожалуйста, пригласить. Давайте фото на память. Фото на память. 5.0. Щетку сейчас останется? Да, ладно, хорошо. В любом случае, это мероприятие сегодня было создано для того, чтобы просто создать хорошую атмосферу, встретиться, пообщаться, настроиться, поднять друг другу настроение. Где-то новые эмоции, получить впечатление. Я думаю, все у нас получилось. Если получилось, можно еще раз поаплодировать друг другу сегодня за прекрасный день. Спасибо огромное. Мы победителей поздравляем. Игра была справедливой, местами азартной, увлекательной, где-то даже спорной. Но ради этого мы сегодня с вами все это и делали. На этой доброй ноте мы делаем памятные фотоснимки с нашими победителями. Всем участникам, всем гостям и телезрителям выражаем свою огромную благодарность. Да, мы встретимся еще раз обязательно. Всем хорошего настроения, весеннего настроения. Всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Немножко неформально, только в обстановочке все это дело провести. Собрали 4 команды. Очень большое спасибо всем участникам. Вопросы были достаточно, ну я считаю, несложные. Ну и ответы были достаточно точные. Поэтому я поздравляю сегодня победителей наших. Это холдинг от Амегинагра. Принимали участие также команды от наших официальных дистрибьюторов. Одна команда была и еще две команды было от сельхозтоваропроизводителей. Это все наши клиенты, которые с нами работают уже на протяжении многих лет. Я думаю, что эта игра теперь станет традиционной. Мы ее будем проводить теперь ежегодно. В таком формате тут больше вопросов. Больше, буквально перед сезоном люди могут узнать что-то новое для себя, закрепить какие-то знания, так скажем. Ну и также это неформальная обстановка, такая интересная атмосфера тут царила. Соревновательный такой элемент присутствовал. Азарт, само собой. Потому что, судя по тому, как ребята фальстартили много раз, они очень спешили и хотели отвечать. Не всегда было правильно, но две игры первые были очень вообще напряженные 5-4. Финал оказался непредсказуемым. Но на то он и финал. Финал всегда непредсказуем. Но победители достойно победили. Все, здорово. Спасибо большое. Спасибо. Пойдемте, мы пройдем дальше. У нас представители, можно нам, пожалуйста, представители с командой Атомикен. Проходите. Давайте ваши впечатления, как по-вашему прошло, послание нашим зрителям. На самом деле данная игра, целью данной игры является, как сказать, это корпоративный дух непосредственно в агропромышленности. На сегодняшний день есть много, куча семинаров познавательных, но наша компания решила подойти креативно, и мы решили сделать интеллектуальную игру на базе Brain Ring. Всем участникам, всем партнерам большое спасибо хотелось бы выразить за участие, за то соперничество, которое было между ними. Это чисто такое дружеское соперничество. Спасибо нашим коллегам, организаторам, которые участвовали. Спасибо нашему агентству, который это все провел, ведущему. Всем спасибо. Мы также ждем вас на выставке. Павильон номер 283, Август, Казахстан, Агритек, Экспо, Астана. Ждем на выставке. Еще два дня мы будем здесь. Спасибо. Это был Ильяс, организатор, представитель компании «Август». Ну и что же у нас здесь есть, наши победители. Проходите к нам сюда, представьтесь, расскажите ваши эмоции, впечатления. Меня зовут Рудико Роман, я главный агроном холдинга «Атамикен Агро». Сегодня мы в гостях у компании «Август Казахстан», приглашены на такую замечательную игру, давно забытую «Брейн Линг». Раньше эта игра транслировалась по телевидению, сейчас это давно забыто. Даже сегодня мы ехали по дороге, и у молодого специалиста спрашивал, знаешь ли ты, что это за игра? Он говорит, нет, просто это. Мы все эту игру помним, смотрели по телевизору, и очень было приятно поучаствовать самому лично сегодня в этом процессе. Еще раз большое спасибо компании, руководству компании «Август» за такую организацию, за такой теплый прием. Мы сегодня получили большое удовольствие вместе со своим коллективом, со своими коллегами идти к одной цели, это наша задача в работе, и здесь тоже. Поэтому еще раз большое спасибо, все было классно. Спасибо большое. Ну что же, дорогие зрители, кто еще смотрит нашу трансляцию, спасибо большое за просмотр. Как уже сказали, это будет ежегодная традиция. С вами была компания «Август» и вам компания «Контраст». Всем спасибо, до встречи.